Дороги области запланированных успели полностью привести в порядок, что делается в рамках безопасности и подготовки дорог к зимнему периоду. У нас в гостях министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Александр Камзолов. Здравствуйте, Александр Александрович. Ну, понятно, год был сложный достаточно. Все ли из запланированного успели сделать? Добрый день, Сергей. Ну, вопрос, да, он всех волнует, конечно, как обычно. Год был сложный, довольно-таки сложный. Он начался еще, будем говорить, с зимы, потому что были проблемы по поставке инертных материалов. Это песок, щебень. И только в результате серьезной работы нашей команды, слаженной работы, это удалось разрулить, будем так говорить, и решить вопрос о поставках. Сначала был риск поставки с колес, но потом в результате аукционных действий, значит, работы с поставщиками инертные материалы были завезены в полном объеме. А по самому году могу ответить одно погодные условия. Вы, конечно, все, мы все помним о том, что погодные условия были серьезные, много перепадало дождей. Это сейчас мы понимаем, что вроде бы он прошел, а кто может вспомнить, сколько вообще было ясных солнечных дней. И поэтому самый главный наш подрядчик Тулавтодор работал в очень сложных условиях, буквально ловил каждый солнечный день, каждый хороший день погодный, часы даже ловили. Поэтому на сегодня я могу сказать, что работы практически завершены, но есть, конечно, и проблемы. А в основном работы завершены. Ну вот если, как говорите, те проблемы, все ли успели сделать, и если не успели, то на каких участках и сколько осталось? Ну, по госзаданию мы должны были сделать 362 километра автомобильных дорог, отремонтировать. На данный момент у нас только один объект в Изловском районе, населенный пункт Маренко, не выполнен. И опять же, я повторяю, из-за погодных условий. Мы не имеем права кладывать асфальт, как сейчас показывают по телевидению, кладут в снег, кладут в воду. Да, мы не имеем права в таких условиях работать. И поэтому было дано указание полностью прекратить все работы. Но пусть жители не беспокоятся, это объект переходящий, деньги на него сохранены, они будут возвращены в бюджет. И в 2017 году возвращены в дорожный фонд, где они остаются. Этот объект будет закончен. Сергей Александрович, недавно совсем губернатор Труйской области обратил внимание на то, что главное не только качество дорог, но еще и освещение. Вот в этом вопросе, что делается на сегодняшний день в области. Потому что, по-моему, самая освещенная дорога, трасса, это трасса М-2, но она федеральная. А вот что из наших местных трасс освещения, как будет происходить? Ну, вы совершенно правы, Сергей. Дело в чем? Дело в том, что возникает такая парадоксальная ситуация, как ремонт дорог и в том числе повышение аварийности. Как только становятся дороги лучше, сразу увеличиваются скорости. И появляются такие ДТП, как наезды на пешеходов. А наезды на пешеходов, они именно из-за того, что малая освещенность дорог. Поэтому очень большое внимание уделяется, в том числе губернаторам. Он поставил перед нами задачу. И если мы в этом году должны в 8 населенных пунктах осветить 20 километров автомобильных дорог, то на следующий год поставлены задачи гораздо больше. Это 50 километров на сумму свыше 150 миллионов. И мы уверены, что с этой задачей выполним ее, справимся. Потому что на сегодня проектные работы уже практически подходят к концу. Мы понимаем, где будут освещены эти дороги. И надеемся, что выполним. Я правильно понимаю, что освещение это будет там, где трасса проходит через населенный пункт. Так точно. В том числе будет особое внимание уделено остановочным павильонам, освещению и пешеходным переходам. Как со светофорами. Потому что достаточно много мест у нас, где притормаживают. Везде полицейские. На трассе на большой его не положишь. Но и светофоров-то особенно нет. Ну хотя бы на примере новомосковской трассы, допустим. И планируется ли какая-то установка светофоров? Или это очень затратно останавливать такой поток? Просто ограничиться пешеходным переходом и знаками? Вы понимаете, это не столько затратно, сколько проблематично. И вы правильно сказали, что останавливать потоки. Но эту работу мы проводим. Что такое трасса Тулуно-Московская? Это очень напряженная трасса. И если она по проекту должна пропускать порядка 8 тысяч автомобилей в сутки, то на сегодня мы уже приближаемся к 30 тысячам. Это самая загруженная региональная трасса в области. И возникают большие проблемы. Вот, например, у нас есть проблема в Большой Еловой. Там очень сложный рельеф. Два подъема с поворотами. Это большая груза вообще очень сложная. Особенно, когда погода плохая. И уже был прецедент, естественно, в этот зимний снегопад временно было приостановлено там движение. Но с помощью ГИБДД, с помощью оперативных действий Тулуавтодором применение инертных материалов, противогололедных материалов движения было пущено в кратчайшие сроки. Вот я вас перебил все-таки об этих переходах. То, что мы говорили о светофорах. Вот в каких населенных пунктах они будут устанавливаться или не будут устанавливаться? Светофоры устанавливаются согласно плану организации работы и организации дорожного движения. Я не могу их точно все перечислить на населенные пункты. Ну, по крайней мере, опять же, в районе населенного пункта Петельная и Линка на сегодняшний момент меняется светофорный объект. Он устанавливается сационарный. И более того, было обращение водителя школьного автобуса, чтобы там упорядочить движение, потому что школьный автобус не может повернуть на Петельный. Мы с этим согласны. Мы понимаем. Сейчас вносятся изменения плана дорожного движения. Скорее всего, там будет установлена стрелка со стороны Новомосковска. Со стороны Новомосковска. Но для того, чтобы полностью решить эту ситуацию, мы уже заказали проектные работы. И там будет уширение полосы, полоса разгонного торможения. И в связи с этим мы думаем, что эту проблему тоже решим. Алексей Александрович, немного затронули до остановочных павильонов. Есть ли у нас еще где-то места в области, где они не установлены? И будут ли устанавливаться новые? Знаете, это действительно большая проблема. И в том числе проблема с вандализмом. Ведь установили красивые павильоны, прозрачные, специально для того, чтобы было видно транспорт. Это и в целях безопасности. Потому что вы сами понимаете, что все, что может твориться в закрытых остановках. Но, к сожалению, пластик снимают, растаскивают куда-нибудь. На теплице, там еще куда-то. Было принято решение об антивальданных остановочных павильонов. В этом году закуплено 100 павильонов. Прошел аукцион. И к нашему удовольствию было снижение на 18,5% по общей сумме по поставкам. Да, закуплено. Уже аукцион прошел. Начались поставки. В первую очередь 30 павильонов будут установлены на регулярных маршрутах движения. И это по жалобам жителей, по маршрутизации различных дорог. Но, в первую очередь, естественно, межмуниципальных, региональных. Остальные 70 будут установлены на дорогах, которые вышли из ремонта. Но на этом мы не останавливаемся. И будем продолжать. Остановочные павильоны будут. Где-то часть меняться, где-то ремонтироваться. Но мы уверены в том, что этот процесс будет продолжаться. И мы выполним те задачи, которые перед нами стоят. — Александр Александрович, зима не за горами совсем. Вы сказали, что уже обрабатывалось, когда снегопад случайно, как всегда, пошел. Все ли реагенты готовы, чтобы область обрабатывалась ото льда на дорогах? — Вы сказали не за горами, а я скажу, что она уже наступила. — Для нас-то да. — Она наступила гораздо раньше. Если в прошлом году снег выпал практически уже в конце ноября, начало декабря, то здесь уже 29 октября, 28 октября уже был первый снегопад. Но это была практически тренировка. Но, как оказалось, тренировка прошла довольно-таки успешно. Все службы были готовы, подготовлены. Но, по крайней мере, из 170 тысяч тонн противогололедных материалов, которые должны были быть заготовлены, и они по плану будут заготовлены для Тула-Автодора, на сегодняшний момент уже заготовлено 150 тысяч тонн. Поэтому мы вполне уверены, что сезон пройдет, потому что поставки продолжаются. Более того, я отмечу, согласно указанию Лисея Геннадьевича Дюмина, на сегодня на Минтранс возложен мониторинг и дорог местного значения, как муниципальное образование справляется с этими проблемами. Буквально в прошлый четверг проходил ВКС, и каждый глава администрации муниципального образования докладывал о том, какие силы у него, какие средства на сегодня у него задействованы. Но, к сожалению, два района у нас хромают. Это Куркинский и Кимовский. Куркинский район на сегодняшний момент практически не заключил ни с кем договоров. Хотя это сельскохозяйственный район, и там есть с кем заключать договоры. Воловский район такой же сельскохозяйственный, однако он заключил договоры с местными сельхозпредприятиями, и у него готовы выйти на дороги свыше 50 единиц техники, то в Куркино они надеются все-таки на Автодор. А Автодор, я просто хочу напомнить всем главам муниципальных образований, в том числе жителям, у него силы рассчитаны на региональные и межрегиональные дороги. Это областные. На местные дороги мы можем выходить только в результате чрезвычайной какой-то ситуации. Как в прошлом году показал у нас пример по Ефремову. Возникла чрезвычайная ситуация, подключились все силы, и в принципе ее ликвидировали. Исправили ситуацию. Вот на этой ВКС присутствовали также федеральные органы власти, присутствовали МЧС, которые полностью заверили, что они полностью под контролем держат все федеральные трассы. Буквально на прошлой неделе они провели тренировку, задействовали все силы, развернули пункты обогрева, питания, провели тренировку технического состава. Также у нас есть противопожарная служба, у которой имеется 45 автомобилей, оборудованных гидроотвалами. И они в любой момент, если не будут пожарные ситуации, они придут на помощь для расчистки дорог местного значения. Александр Александрович, мы продолжим нашу интересную беседу совсем после короткой рекламы. Никуда не переключайтесь, скоро вернемся. В эфире программа «Особое мнение». У нас в гостях министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Александр Камзолов. Александр Александрович, про дороги в этом году поговорили, на следующий год что в планах, сколько километров будет новых? Перед нами поставлены довольно-таки амбициозные задачи. И мы на сегодняшний день надеемся, что их выполним. А задачи такие, будет отремонтировано 383 километра автомобильных. То есть увеличение идет количество? Да, увеличение. Если в прошлом году это было в 2015-м 292, в этом году 362, то в следующем 383. Александр Александрович, мы просили водителей, которые, как никто, знают дороги и в городе, и в области. Но не знаю, как для вас прозвучит эта информация, по-моему, как бальзам на уши. Но предлагаю вам посмотреть небольшой сюжет. В принципе, неплохо. По сравнению с прошлыми годами ездить можно, но дороги оставляют желать лучшего. Надо ими заниматься. Порой знаки стоят там, где не надо. То есть гораздо дальше или гораздо ближе, или вообще отсутствует, что там яма. То есть люди колеса теряют. Вот восточный обвод там уже все. Чуть-чуть снег сошел, и там огромные ямы. Раньше были намного хуже дороги. Недостатков нет? Нет, сейчас вообще отлично и только плюс. Но дороги на данный момент все хорошие. В принципе, ямы все заделали. По сравнению, что было раньше, буквально 3-4 года назад, не сравнить. То есть все нормально, все работает. Даже в частном секторах сделали, где там никогда не было асфальта, положили. То есть все нормально. В последние 5 лет, естественно, здесь все улучшилось. Не только по области, но и по Туле. А по области я много ездию. Я бы сказал, что везде нормально. Город по сравнению с областью вообще просто отвратительно. Делали, что делали, что не делали, так дырки залатали и все. Какое-то отдельное место можете выделить? Отдельное. Улица Рязанская. Все. Это самая основная улица, там, где дорога. Кусками как-то сделали, непонятно. Не то отвратительно. Ну вот по области много ездию. Дороги намного лучше стали, чем были раньше. Если раньше можно было колеса терять, то сейчас ездишь и просто об этом не задумываешься. Александр Александрович, ну вот я не знаю, может я попал на таких, да? Ну вот, как бы кому не подходило, все отзывались положительно о ремонте. Даже, ну, затруднялись вспомнить какие-то участки, которые сложно. Ну вот смотрите, если мы еще порядка 300 километров отремонтируем, вот в следующем году у нас просто везде будут дороги замечательные. Или есть еще проблемы? Мне очень приятно слышать мнение водителей, ваше мнение. Да, действительно, начиная с 2011 года начался интенсивный ремонт работы. И, в принципе, были задачи восстановить опорную сеть дорог областных. И мы практически с этим справились. Нам надо еще как минимум год, вот этот 17-й, пройти. И дальнейше мы уже пойдем на автоподъезды к населенным пунктам. Потому что это очень большая проблема. Если у нас между районами на сегодня хорошие дороги, замечательные. Более того, значит, Тула-Автодор дает гарантию 4 года. Но если вдруг возникают какие-то дефекты, то устранение дефектов будет уже за счет собственных средств. За свой счет. Автодор, это уже не за бюджетные средства. Да, и мы будем переходить на автоподъезды к населенным пунктам. Потому что это на сегодняшний день будет первейшая задача. Потому что подъехали, с трассы свернули, а дальше куда? Как доехать до любого поселка? Маломальский, так сказать, отдаленного от трассы. Это проблема. Но мы надеемся и с ней будем справиться. Хотя здесь должно будет задействоваться больше средств, как технических, так и людских ресурсов. А также и то же самое финансирование. Потому что, я не скрываясь, скажу, что когда идешь прямым ходом, такой термин есть, асфальтирование, здесь объем работы выполняется гораздо больше. На подъездах, на съездах, на мелких дорогах там уже требуются более значительные средства технические. Но на сегодняшний момент все-таки Тул-Автодор – это далеко не та организация, которая была 4-5 лет назад. И это благодаря, будем говорить, активной позиции Алексея Геннадьевича. Также заключенному соглашению между Москвой и Тульской областью. Москва выделила 500 миллионов рублей. Из них 450 миллионов рублей пошло на развитие дорожной отрасли. В этом году мы за счет города Москвы покупаем 3 асфальтобетонных завода. И уже поставки начались. И 20 ноября закончены будут поставки этих трех асфальтобетонных заводов. Мы к апрелю их установим. Это я вам говорю очень ответственно. И при этом мы уйдем от покупного асфальта. Это первое. Второе, значит, на средства города Москвы на 100 миллионов закуплена техника. Это два асфальтового кладчика, катки, грейдеры, погрузчики. Поэтому Тулавтодор на сегодняшний момент готов выполнить практически любые задачи. Александр Александрович, вы говорите, деньги из Москвы. То есть мы вошли в тот проект, в котором было порядка 18 городов. И мы не попали, а попали во втором потоке. Вы про эти деньги говорите? Или это безопасные и качественные дороги? Вот то, что разрабатывался проект Минтрансом, и первым 18 городам выделялись большие средства. А далее тем городам, от которых от 500 до 800 тысяч жителей. Или это уже совсем другие деньги? Это совсем другие деньги. Я говорю о соглашении между правительством города Москвы и Тульской области. Это 500 миллионов, 50 на благоустройство парков и 450 на дорожную асфальт. А вот то, что вы затронули, да, действительно, в первом, так сказать, этапе, где было выделено несколько городов-миллионников, не несколько, а свыше десятка миллионов городов-миллионников, там должны выделенные гранты быть. И мы туда не попали, потому что у нас население. Вы правильно говорите. Но Минтранс потом принял решение и включили еще 18 городов. Но там уже совсем другие условия. Первое, значит, то, что должны будем разработать не только паспорт, участие и программные мероприятия, но мы должны бороться уже за гранты. Если в миллионниках там гарантированы гранты, то здесь мы должны бороться. И не все города попадут. Но Тула на самом деле на сегодня... А в чем будет заключаться борьба наша? В подготовке проекта. То есть, чей проект выиграет, то ты рубль получишь. Не один, там 10 проектов должны быть выиграть. Но Тула попало, во-первых, в число претендентов. И у нас есть высокие шансы, я вас уверяю, высокие шансы попасть в этот грант на 500 миллионов. Будем надеяться, что попадем. Александр Александрович, по поводу... Не спросил вас про транспорт. Вы говорили, что закуплен новый. Но вот автолайны, которые ходили с Московского вокзала в Москву, сейчас только осталось два места в Туле. Это автовокзал и станция в Заречье. Только эти два места останутся? Не в планах нет, а в устроить какое-то еще место? Или этого достаточно? Чтобы все желающие в Туле и области уезжали в Москву именно с этих двух остановок? Вы понимаете, летом вступил в действие 220 ФЗ, который четко регламентировал, будем говорить, правила действий всех перевозчиков. В том числе и безопасность в остановочных конечных пунктах. У нас на сегодня лицензированы только два объекта. Это станция Заречье и автовокзал города. Я хочу сказать, что перевозчики это понимают. Если сначала было какое-то недопонимание, то на сегодня они сами ушли с нестанированных точек и перешли на эти два пункта. Вы понимаете, да, мы много привыкли до действия 220 Закона, когда по первому требованию можно было останавливаться. И вы сами знаете, едете за автолайном, вдруг он тормозит, подбирает пассажира или высаживает пассажира. Это все-таки зависит от водителя, насколько он соблюдает правила. Вы говорите правильно, но на сегодня в связи с вводом действия 220 Закона водитель уже будет нести административную ответственность. Но по нашим подсчетам, этих двух мест будет достаточно. Дело привычки. В первую очередь дело привычки. Перевозчики это понимают и они сознательно уже пришли к тому, что ушли с нестанкционированных точек. Александр Александрович, а будет какой-то мониторинг производиться по поводу расписания, может быть, качества автомобиля? Или это Минтранс, это не ваши прерогативы? Почему? Значит, мониторинг проводится. В первую очередь это у нас занимается инспекция УГАДА. Здесь задействован город в основном. По Минтрансу мы отвечаем за внутриобластные перевозки, региональные, межрегиональные. А вот межсубъектовые перевозки отвечают Минтранс России. Муниципальная перевозка отвечает каждому муниципальному образованию. А так мониторинг проводится постоянно. И мы наметили сейчас ряд мероприятий для того, чтобы это приводить в более-менее порядок. Александр Александрович, спасибо большое, что нашли время прийти к нам. Ответили на практически все вопросы. К сожалению, времени не хватает. Задать все. Будем надеяться, что вы придете к нам еще. И будем обязательно встречаться. Спасибо вам большое. Приглашайте. Мы открыты всегда. Это была программа «Особое мнение». Всего доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok